Родину будем защищать, лечить, оздоравливать. 29-летняя Марина по профессии медик. Более 10 лет работала в операционном блоке Чугуевской больницы. У женщины двое детей, сейчас она в декретном отпуске. Говорит, решила служить по контракту, чтобы реализовать себя. Боюсь, конечно. Я же не одна такая. Боюсь. Тем более, что дома дети. Я думаю, что все будет хорошо. И война не вечная, и все равно когда-то будет мир. По словам военкома, в Харькове рекорд по набору девушек-контрактников. С начала года на службу поступили 32 представительницы прекрасного пола, которые могут стать деловодами, поварами, фельдшерами и радистками. Мужчинам-добровольцам предлагают должности стрелков, водителей БТР и танков, а также снайперов и связистов. Всего сегодня из областного военкомата отправились в учебные центры Вооруженных сил Украины более 160 кандидатов. 10% из них участники боевых действий и 30% те, которые уже ранее проходили службу. Идут в разные учебки. Это, например, Десна, это сухопутные войска. Также Васильки, это повитренные силы. Также связисты, это Полтава. Служба по контракту – это добровольный выбор граждан Украины военной профессии. И если брать эту категорию военнослужащих, которые добровольно избрали военную службу по контракту, и брать ту категорию военнослужащих, которые призывались на военную службу по мобилизации, то качество выполнения задач первой категории будет намного выше, потому что это добровольная служба. В военкомате говорят, желающих служить в последнее время стало больше, так как военным подняли заработную плату. Теперь рядовой солдат получает почти 7 тысяч гривен и государственные льготы на жилье. Однако новобранцы уверяют, пришли в областной военкомат не ради денег. Главная цель – защищать страну от врагов. Неважно даже так, зарплата, не зарплата. Просто хочется отслужить именно Украине и получить звание, уметь защитить своих будущих ребёнков, друзей ребёнков, чтобы они жили и процветали в мирной Украине. Считаю, что каждый мужчина должен отслужить народу Украине. За три месяца на воинскую службу по контракту облвоенкомату нужно отобрать 945 кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет. Добровольцы должны быть здоровыми, пригодными к военной службе, без судимости и не состоящей на психиатрическом или наркологическом учёте. На сегодня, по данным облвоенкомата, план выполнен на 60%. Порядка 600 человек подписали контракт и уже проходят подготовку в учебных подразделениях. Юлия Жукова, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».